К 2024 году, объявленному президентом Годом Семьи, Брянский областной центр репродукции подошел с внушительными показателями. Специалисты центра только за минувший год помогли появиться на свет почти 400 малышам. Результаты прошлого года нас впечатляют и даже радуют. У нас мы сделали 752 цикла ЭКО, 33% результативность, это выше, чем по России. По России в среднем 26-28%. У нас работают квалифицированные репродуктологи, которые знают, как помочь пациентке, что необходимо делать, какой алгоритм действий в том или ином случае. У нас совершенно не будет какого-то затягивания, хождения и отправления пациентку на дополнительные какие-то методы обследования, исследования в другие учреждения. Все можно сделать в одном месте. Пациентка тратит меньшее количество времени, а время у женщин – это очень такой дорогой ресурс, и терять его ни в коем случае не стоит. Татьяне 37. Старшие сын и дочь уже совсем взрослые. Супруги задумались о третьем ребенке. Доверились специалистам центра. Настрой хороший, позитивный. Надо верить, и все получится. Вопреки устоявшемуся стереотипу, занимаются репродуктологи не только ЭКО. Из почти 400 малышей, рожденных у пациенток центра за минувший год, 165 зачаты естественным путем. Попадая в наш центр, пациентка получает всестороннюю помощь. То есть уже на первых этапах мы можем выявить проблемы, почему не наступает беременность, а самое главное – помочь ей консервативно. Отсутствие овуляции у пациентки. Это можно ли решить еще на амбулаторном этапе? С помощью проведения стимуляции овуляции мы можем достигнуть беременности без ЭКО. Пациентка с какими-то проблемами в полости матки, допустим, полипы, какие-то другие проблемы, заболевания, которые также могут решиться еще здесь на амбулаторном этапе с помощью проведения, допустим, диагностической и лечебной гистероскопии. После этого спокойно наступают спонтанные самостоятельные беременности. Впрочем, и применение вспомогательных репродуктивных технологий уже давно превратилось в обычную, отработанную до мелочей процедуру. В минувшем году брянские репродуктологи дополнили ее при имплантационном генетическом тестировании. Еще до переносов полость матки эмбрионы проверяют на наличие хромосомных и генетических нарушений. Делают это строго по показаниям. Это позволяет повысить шансы женщины на наступление беременности. Прежде всего, женщин возрастных со сниженным авариальным резервом, женщин, у которых в анамнезе есть привычные выкидыши, у которых в роду были генетические заболевания, у которых уже были дети, рожденные с генетической патологией, у женщин, у которых было множество неудачных попыток ЭКО. В этом случае проводимая процедура позволяет добиться успеха, позволяет получить здорового ребенка. Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции по оснащению и широте применения современных медицинских технологий – одно из лучших учреждений Центрального федерального округа. Необходимую помощь здесь оказывают в рамках обязательного медицинского страхования. Причем все организовано таким образом, чтобы это было максимально комфортно в том числе и жителям отдаленных районов. Мы оставляем им запись, приоритет в записи. Они могут сдать анализы, которые через 3-4 часа уже все готовы, посетить доктора, который посмотрит анализы, назначит назначения какие. И в этот же день жители даже самых отдаленных районов будут у себя дома. Это очень удобно, это очень практично. И мы рады за то, что в нашем регионе вот есть такой центр, и мы можем быть полезны нашим пациентам, страдающим бесплодием. Ну и хочется сказать свою благодарность тем людям, которые нам помогают. Помогают так работать, содержать наше здание в таком виде. Это и Департамент здравоохранения, ну и без сомнения, это правительство Брянской области, которое уделяет нам огромное внимание. В Брянский центр репродукции едут не только со всей Брянщины, но и из самых разных уголков нашей страны, от Калининграда до Сахалина, и даже из Канады и Израиля. Здесь умеют делать семьи счастливыми каждый день, из года в год. Ольга Макушникова, Сергей Дюков, Брянск.